В начале выпуска информация, которая интересует практически всех. О погоде мы ждали, ждали и наконец дождались. Настоящие зимы с крепкими морозами. Если многие такую погоду не жалуют, в частности автомобилисты, у которых не заводятся машины, то школьники радуются. Ведь если столбик термометра опускается ниже 25 градусов на отметке, можно рассчитывать на внеплановые каникулы. Столбик термометра минувшей ночью опустился до минус 25, а в некоторых районах республики до 27 градусов мороза. В такую погоду родители могут сами принимать решение, отправлять ребенка в школу или нет. Но в Управлении образования города Чебоксары говорят, что общеобразовательные учреждения могут сами принимать решение об отмене занятий. В целях обеспечения сохранности жизни и здоровья обучающихся при резких понижениях температуры воздуха руководителям общеобразовательного учреждения по согласованию с учредителем принимается решение об отмене учебных занятий. Уроки не проводятся в первых четвертых классах при температуре воздуха минус 25 градусов и ниже, в первых девятых классах при температуре воздуха минус 30 градусов и ниже, в первых одиннадцатых классах при температуре минус 35 градусов и ниже. Тем не менее, с обучающимися, которые пришли в образовательные учреждения, проводятся индивидуальные или групповые занятия. Стоит отметить, что помимо температуры воздуха При отмене занятий учитываются скорость ветра, влажность и другие метеорологические явления. По данным синоптиков, морозная погода в республике сохранится до конца недели. Причем самыми холодными станут 29 и 30 января. Синоптики обещают, что столбик термометра в эти дни может опуститься до минуса 35 градусов ночью и минусу 24 днем. Осадков не ожидается. Немного потеплеет, если верить прогнозам, только к выходным. 1 февраля ночью минус 23, минус 27 градусов, а днем 10-15 градусов ниже нуля. И хотя по-прежнему минус будет ощущаться, но от лыжной прогулки или катания на санках в такую погоду все же не стоит отказываться. Галина Титарчук, Михаил Жбанов, Республика.